так перевели себя порядок все нормально волос мокрый где-то и свое пиво забыл бляха муха пиво забыл херня такая ладно поехали привет друзья этот маленький видеоролик я решил чисто снять по просьбе своих друзей я не занимаюсь такой ерундой сейчас возраст уже не тот скажет дед это само с ума сошел но иногда так вот просто по саду зверушек пострелять на зверушки надо ходят ночью кушают там если что-то оставил не то там кабачки могут покушать или еще шуми там помидоры поэтому если их гонешь ночью тот этого никакого такого сильного криминала вроде не будет оружие не будешь применять зачем они что же приходят по погрызть что-то так что приходится таким скажем гуманным способом там полотенцем помахал и выгнал но дело не в этом сегодня я же как я говорю по просьбе своих друзей я хочу показать обычную рогатку в америке рогаткой очень популярны для них шарики это и пластмассовые шарики металлические шарики можно купить в любом спортивном отделе там можно не найти патрона не найти оружие а шарики для рогаток найдешь обязательно рогатки из разных видов разного качества разной силы есть детские рогатки если рогатки просто для пострелушек есть рогатки охотничьи кстати кто-то мне спрашивал грета можно ли с рогаткой охотиться и что для этого нужно нужно ли ты для этого лицензия на охоту да ребята у нас лицензия на охоту нужна на любую охоту если на нее идешь и причем не играет роли с чем-то охотиться охотиться ты с винтовкой или ты охотиться с рогаткой или ты камнем кидаешь и дом копьем дротиком все равно должна быть лицензии лицензию ты берешь не на оружие которое у тебя с собой лицензию ты берешь на тех животных на которых ты охотиться. Рогатки выпускаются разными производителями. Очень много китайских рогаток, но, честно говоря, китайскими нужно очень внимательно следить. Они хорошие рогатки, но немножко иногда могут оказаться небезопасными. Вот эта рогатка, вот она в руках у меня, это Кобра, вот написано. Кобра, я на дисплее смотрю. Рогатка довольно-таки хорошая. Вот это не прицел, не так, как у меня сын сказал, для чего это? Для того, чтобы, когда промахнулся, этой штукой добивать. По рогаткам, как правило, у всех есть опора под руку. Опора эта одевается на рукоятку, вот в данном случае, в некоторых, она несъемная, что удобно, что просовываешь сюда руку, просто внутрь просовываешь. И вот эта опора, мягкая, ложится тебе на руку. То есть, мне не нужно никакое усилие, чтобы удержать рогатку. Рогатка держится за счет рукояти, которая упирается в ладонь, и вот этой вот перемычки, которая упирается в руку, что делается, скажу, довольно-таки удобно. Эта рогатка выпущена знаменитой фирмой, которая делает арбалеты. Это компания Barnett, американская компания, по-моему, американская. Мне очень нравится их продукция, не только мне. Это они делают так, для разнообразия. Причем, конструкция самой рогатки не позволяет, я покажу ее ближе, не позволяет, чтобы она нам сломалась и ушарашила в лоб. Единственное, что может быть, это обрыв вот этой резинки. Естественно, она может ударить по рукам или по лицу. Давайте посмотрим поближе. Скоба под руку. Скоба одевается вот в этот прорезь. Оно отлито в пластике. Это усиленный пластик. Скоба одевается, имеет изгиб. Одевается так, чтобы вот эта часть изгиба шла наверх. То есть, вставляешь сюда и задвигаешь. Она заходит очень плотно, держится очень хорошо. Если не собирается снимать, ее вообще можно туда заколотить до конца. Вот этот изгиб должен идти наверх. Здесь идет кусочек кожи или пластика, или что угодно можно приспособить, если делать самому. Ручка у рогатки летая. Дальше верхняя часть крепится. Тоже из крепкого пластмасса. Имеет контрольный винт фиксирующий, стопорный, чтобы это не вылетело. Скоба, она идет вот отсюда, вот так вот проходит. Она цельная. Вот сюда вышла и пошла. То есть, конфигурация идет монолитная. На края просто одевается резинка. Она просто натягивается. За счет чего она держится? Это трубочка резиновая. За счет чего она держится? За счет того, что вот ее натянул плотно, а когда начинаешь ее натягивать, то трубочка растягивается и уменьшается в диаметре, и еще сильнее обжимается на краях. Но бывает случай, конечно, когда она соскакивает. Натягивать ее довольно-таки муторно, но ни в коем разе нельзя смазывать ни маслом, ни вазелином, как я слышал, ни в коем случае. Иначе, как только ее растянешь, она сразу же у тебя слетит. Дальше стоит, трубка сама на себя завязывается, стоит кусочек кожи, как в детстве был рогат, как кожушок. Только края его проклепаны двумя сквозными кольцами, такими заклепками, чтобы этот кусочек кожи он не рвался. У меня бывают случаи, когда у меня рвались вот эти вот, уже отработали свои он полностью, видите? Она от времени, от всего, она рвется. Кстати, вот этот кожушок, это был ее родной, он даже не имеет никаких заклепок. Он просто кусочек кожи, кожа довольно-таки мягкая. Но резина не выдерживает долгого. Ну, как долго? Вот этот вот у меня лежал, наверное, лет 15, может, 10. Естественно, не просто лежал, лежал в кабине машины, ее постоянно возил с собой. Естественно, он порепался, да и то. Вот его растягиваешь, я скажу, что у него особо и нету порепана. Только вот на краях, где он был одет, он пришел в негодность. Но вот эти вот сами резинки вместе с кожушком, они пачками продаются на интернете. Китайские поделки. Я, правда, не знаю, насколько... Вот это, кстати, я ее и ставил. Я не знаю, насколько эта штука долговечная, сколько она будет служить. Во всяком случае, их берешь 5-6 штук сразу, там, сколько они в пакете идут. Я здесь не знаю, штук 5, наверное, шло. Берешь их сразу, можно всегда носить с собой запасную. Эта рогатка была изначально выпущена как охотничья рогатка. Ну, а также они рекомендуют чисто для спортивной стрельбы, для тренировки. Я считаю, что ее конструкция очень удачная. Давайте отложим и посмотрим современную рогатку, которая сделана именно для охоты. Ну, как всегда, китайцы делают поделку, которая... Крутим и снимем, наверное. Во, сняли. Больше делают маркетинговый ход, чтобы можно было денежку получить с этого. Дальше. Смотрим саму конструкцию. Конечно, сделана она красиво. Рукоять сделана облегченная, сверленная, с какого-то пластика. Металлический у него прикручен винтом, наглухо прикручена вот этот вот рейл для крепления вот этого вот фонаря прицела, что лежит рядом. Рука эти отлитая, и каким-то образом они умудрились ее прошить кусочком кожи. То есть, вроде как берешь, и рука упирается в кожу, не так, скажем, не так больно, что ли, или что-то. Вот у нее вот эта штука упирается... Делать, чтобы попадать все время в кадр. Вот эта вот часть у нее ложится на руку. Да, она облегчает во время стрельбы, делает ее гораздо устойчивее, скажем так. Вот эта вот рукоять в руке намного устойчивее. Но я предпочитаю, когда конструкция сделана вот таким образом. Когда ты руку просовываешь внутрь. Вот так вот. Тогда, как я показал, она у тебя лежит на руке. Вот так вот. В этой рогатке она тоже лежит, но руку ты не просовываешь. Так, я немножко отдалю, то получается, когда ловлю-ловлю эту картинку. Вот так. Руку ты не просовываешь, она просто лежит у тебя на руке. Вот эти два металлических, две металлические заклепки, кстати, сквозные, это магниты. Они сделаны для того, чтобы лжить сюда стальные шарики, вот эти боеприпасы. Ну да, конечно, нормально, как обойма, что ли. Что у нас получается дальше по самой рогатке? Поехали в обратную сторону кольцом. Вот так вот. Вот здесь стоит винт по шестигранник. Вот он. Он держит вот эту вот упор. То есть вставляешь сюда эту здесь петля и винт закручиваешь. Вроде она стоит хорошо. Ну, конечно, при условии, что она не сломает вот этот пластмасс сверху. Если сломает, будет нехорошо. Дальше. Сама часть рогатки сделан литой, как они говорят, то ли алюминий, то ли еще чего-то. Он вложен вот сюда вот и закручен одним винтом. Они дают эту рогатку вместе, продают вместе с запасными вон кожужками, резинками. Как эта резинка крепится? Очень просто. Резиновая трубочка. В конце вставлена дробина. Вон, аль шарик стальной. Он вкладывается, трубочка в прорезь, подтягивается и шарик стопорит. Он не дает этой трубочке вытянуться дальше. Вот показываю его на рогатке. Вот он. Смотрите. Я могу, если я его вывел, я могу раз и вытащил. Здесь прорезь идет сквозной. Так вот, как его не увидишь. Вот так вот. То есть, я его растянул, вложил в эту прорезь, отпустил. А теперь подтянул на себя все. И вот за счет того шарика, который, вот он, вложен, он стопорит, наглухо стопорит эту конструкцию. Вот я собрал всю конструкцию воедино. Ну ничего, смотрится довольно-таки неплохо. Боеприпасы для рогаток или шарики, бывают самые разнообразные. Вот это какой-то непонятный он. Пластмасса у нас звенит, что-то типа керамики, по всей видимости. При ударе он просто разлетается на кусочки, если он попадается, попадает в твердую поверхность какую-то. Но я скажу, что вес его довольно-таки такой хороший. Пластмассовые шарики, в общем, больше сделаны, конечно, для тренировки. Шарики, которые сделаны для охоты, они стальные, меньшего диаметра. Разный диаметр есть, но в основном практикуются вот такой вот. Это 3,8 дюйма. Материал обычный, черная сталь полированная. Количество 100 штук. Они продаются в любом абсолютно, как и в спортивном отделе. Здесь вот такие вот. Снержавейки их не делают. Зачем засорять природу? Таким шариком выстрелил, он прилетел, упал где-то в землю и постепенно сржавел и разрушился. От него нет никакого вреда. Ну, вот, наверное, и всё, что я могу про эти вот рогатки рассказать. Ну, что я скажу. Вот это, конечно, держать намного удобнее за счет упора на руке. А это намного мощнее. Чувствуется по листьям и по дереву. Расстояние довольно-таки большое. Как прошел шарик. Как с этой прошел и как с этой. Всё-таки это действительно... Конечно, это балабуха, фонарик. Он, скорее всего, не нужен. Может только, чтобы противовес не дрожал. А в общем, конечно, удар намного сильнее. Ну, вот, вроде бы и всё. На этом я свой сруёзный фильм про рогатки заканчиваю. Всем всего наилучшего, самого хорошего, самого доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok